Едем на Найт Маркет. Сняли тут рикшу. Мото рикшу. Ивану все не имется. Мото так мото. Ликбез. Вот такой жуткий поток. Все туда видимо едут. Суббота. Никому не спится. Иван, что ты думаешь по этому поводу? Воняет что-то. А так, не знаю пока. Едем, сейчас посмотрим, что там будет. Олег все на меня наседает. Давай, ты поговори с водителем. Поторгуйся. У меня только пятихатов. Поговори с ним басом. Чтобы он сикнул. И специально надписи для русских туристов. Какой-то базар. Где нас ободрали. Как липку до трусов просто. Я надеюсь, вы знаете это. Суббота. Я надеюсь, вы знаете это. Я надеюсь, вы знаете это. Я надеюсь, вы знаете это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Секретная шкатулка, которая просто так не открывается. Я думаю, будет полезно многим. Здесь мантра нарисована. Освобождение, как мне сказали, что через нос как-то вот эту энергию там выпускают. Я вообще в это не верю, но в принципе познавательно и интересно. Сейчас поближе покажу. Я не знаю, видно чего или не видно. Вот такая вот шкатулочка, резная, все ручная работа. Долго думал, как ее открывать, но в принципе догадался. Павелом, будет полезно и мне, и может быть с остеей кому-нибудь подарим. Шкатулочка с секрета. Купил я ее за сколько? За 530 рублей. В принципе терпимо. А изначальная цена была полторы тысячи. То есть практически в три раза я ее испытывал. Ну такие вот дела. На самом деле только мы приехали. Эмоции просто колокочут. Я никогда не видел такого рынка, в том плане, что столько артистизма, с тобой так охотно идут на контакт, еще какие-то пытаются торговаться. Цену можно сбить фактически раза в четыре при желании. То есть это фантастически, да, вроде бы. Тебе говорят, цену, она кажется заоблачной. И ты ее можешь сбить при желании, но фактически в три, иногда даже в четыре раза. Что я купил? Что я купил? Я купил два шелгуна в таких мешочках. В общем, все ручная работа. Смотрите, как все это пестро, как красиво выглядит. В общем, а сколько я купил? Изначальная цена была полторы тысячи, я ему сказал, давай за девятьсот, а он согласился на тысячи. Я считаю, это достаточно хорошая покупка. И уже уходя, он загнал меня и предложил мне вот этот шелгун за пятьсот рублей. Я подумал, почему нет, если изначальная цена была тысяча, он не сбил в два раза. Я подумал, хороший будет подарок. Идем дальше. В общем, это статурка Генеши. Мне ее предложили за полторы тысячи, обосновывая это тем, что это орех, что это ручная работа. И я вообще не хотел ее покупать, потому что мы у себя около отеля видели такую же фигурку за триста. И в итоге я сбил цену до трехсот. Несмотря на то, что это орех, что это ручная работа, удалось купить ее фактически как пластмассовые подобные статуэтки у нас у отеля. Это очень популярный бок в Индии. Я думаю, это будет хорошее украшение в году. Блак, но он тоже интересный. Интересный замочек, чистые листочки. Кожа. Гравировка со слоном. Тоже изначально человек предложил мне шестьсот. Четыреста была его последняя цена. Я просто демонстративно развернулся, стал уходить. Какая-то его сотрудница меня отдогнала и все-таки предложил за триста. За ту цену, которую я сам озвучил. Нет. Так, скажи подводные камни. Она меня догнала. Сказала, давай за триста. Я ей не очень-то поверил. Сказала, давай товар вперед. Она мне дала блокнот, я ей дал. Все, башка изображается, что у них ты что дал. На самом деле уже второй час ночи. В общем, ценусь был в два раза. В общем, получается, она его отдала до триста. И он, договорив прежде, сколько он даст и сколько она ему отдаст, дал ей деньги. А она замешкалась. То есть, видимо, она хотела взять деньги и, как это рассказывают, как это распространено, на сдачу обмануть. То есть, сдать я меньше. А так как деньги уже у нее, вот, все. А товар у тебя закосить под дурака и, собственно, уйти. Потому что мы там ходим вдвоем. Два белых пятна и столько людей вокруг, да. Естественно, что все будут из-за своих заступаться. Ну, Олег, как говорится, не прошляпил очко. Спасибо. И Олег не ступил и сделал все как надо. На что ему еще вслед эта девушка, кстати, очень такая миловина, вот, так в сердцах бросила, что он не хороший, яр мальчик. Хотя сама хотела его обмануть, просто он не дал ей это сделать. Вот такой менталитет у этого человека оказался. Я думаю, вы мало что поняли, но, в общем, система была достаточно такая тернистая. Так что имейте только психологию, торгуйтесь. Основной, конечно, козырь – это то, что вы не заинтересованы в покупке. Как только вы показываете, что вам, в принципе, это не важно, вы готовы уйти, они сбрасывают цену фактически в три раза. Так что вы побольше поворачиваете с тихой спиной, и у вас будут очень интересные и неожиданные покупки. Одна из таких покупок была Масала. Первоначально мне пытались продать за полторы тысячи рупий, вот, но я настоял на свое. Конечно, мне подвесили уже немножко меньше грамм, но все-таки я за 300 рупий купил, хотя первоначально она была до 600. В общем, не бойтесь торговаться, не бойтесь пивать цены. Мы вам рекомендуем этот рынок. Там много полезностей. Там можно и музычку послушать, там несколько площадок и, в общем, много спиниров. Тут же и фудкорт, где можно попробовать все, начиная от гриля до шелмы, до мексиканского какого-то там пирога. Поехал. Да. Буквально от деревни Калангут это находится где-то в 10-15 минутах на литже. Очень удобно. Никакого геморроя с транспортом. Просто выходишь, останавливаешь, платишь 200 рублей и не гречаешь, предварительно поторговавшись. Ну да. Так что, вот такие обновки, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok